Знак боевого братства в музее истории города ярославцу-ветерану Великой Отечественной Валентину Ивановичу Огурцову вручили золотую медаль Ренессанс Францез. Эта награда предназначается для особо заслуженных лиц. Валентин Огурцов имеет также орден почетного легиона. Моя коллега Марина Смарагдова поздравила ветерана. В парадном зале музея в этот день было особенно многолюдно. Представители Франции и ветераны войны ярославские школьники пришли поздравить человека, ставшего легендой вместе с полком Нормандия-Неман. Герой церемонии Валентин Иванович Огурцов был авиамехаником. В 43-м году ему исполнилось всего 17 лет. С французскими летчиками он освобождал Белоруссию, Литву и Восточную Бруссию. Большинство из них были обученные на лет, а также с вами два механика. В течение двух месяцев они совершенствовали дискуссию пилотажа на русский лад. Эскадрилья, позже преобразованная в полк, была сформирована в Иваново. Ярославцы побывали в музее, посвященном французским летчикам. И нам рассказали, какие были отношения в этой эскадрилье. То, что даже, хотя русские не знали французский язык полностью, они очень согласованно действовали вместе. Золотую звезду ярославцу вручали под прицелом множество теле и фотокамер. К ласкану пиджака награду приколол военный атташе посольства Франции в России генерал Гинью Танс. Экипаж нам был поставлен в новый лючий. Очень шустрый, такой, наградный бумаги, прямо сказался. И где стало хорошо, сразу при вылете сбил самолет. Только на втором вылете он сбил еще один самолет, второй, под передбором. Валентин Иванович прекрасно помнит военную молодость. В мирное время он выбрал профессию медика. Работал заведующим отделением областной акушерской гинекологической больницы. Награда вручена ярославцам учреждена общественной организацией Ренессанс Францес. Она создана в разгар Первой мировой войны для защиты соотечественников. Позже главной задачей стало развитие языка и культуры. В Ярославле они нашли сторонников развития культурных связей. Ученики 42-й школы исполнили гимн Франции. Музей истории города подготовил небольшую выставку, посвященную полку Нормандии Неман. В Любинске ремонтировали моторы для самолетов Як-1, на которых летали французы. После победы Сталин подарил летчикам их боевые машины. И теперь последний истребитель эскадрильи украшает музей в Лебурже. Марина Смарагдова, Александр Рябков.